привет здравствуйте 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 значит у нас первый рассказ от илюша ватикан самая маленькая страна в мире немного про создание мы стали решили сделать презентации про это но мы не могли согласиться кто это будет делать когда вы проголосовали но опять ничего не произошло когда я нашел и пошел делать пошел делать эту презентацию а когда вернулся на кухню делали ела она говорит мы давай мы на руки прогрелся кто это будет делать кто выиграет тут и будет делать но я уже делал и когда я узнала была катастрофа но я уже сделал наслаждайтесь страна ватикан размеры размер страны ватикан примерно в город еще страну называют город ватикан я считаю что эта страна 10 раз размер нашу улицу страна ватикан флаг когда появилась страна и когда последний раз был изменен флаг у страны флаг такой как на картинки у вас видите когда появилась страна почти 0,95 лет назад точнее февраль 11 февраля 1929 года когда был последний раз изменен флаг и 7 июня 1929 года несколько месяцев порно создание страны на самом деле зачем создали стран когда точнее история страны ватикан почему ее создали зачем история такая раньше жили баба и дед и решили не создать страну вот история территория ватикана не было затеяна так как в древнем риме это считалось место святым император клавдий в этом месте проводил церковые игры в 326 году это после в нашем новой эры новой эры после прихода христианство над предлагаемым на программ предлагаемый гробницей святого петра была видна воздвигнута базилка воздвигнута базилка кандистанцина и с тех пор это место начало заселяться пока пока спасибо за внимание пока я очень удивился что страна была в 1900 совсем недавно суза как так может быть или расслышал и вид тысяча девятьсот каком было восемь девятого какого или уже повторил каком году ватикан был 1929 в двадцать девятом году да его через пять лет будет 100 лет этого города но это стране стране будет праздник но там уже были и дома были сам ватикан был просто не было статуса что это отдельная государь не они неправильно население уже больше тысячи лет конечно там две даже тысячи вот но просто не называлось что это страна отдельная то есть она эта страна отдельно от италии вот в италии был случай совсем недавно в прошлом веке одна небольшая область обнаружила что когда страна италия создавалась то там отдельные земли подписали соглашение и создали страну италию но вот эта земля она не участвовал этом как-то так получилось давно давно это было короче она оказалась не включена в этот союз они нашли эти архивные документы и сказали а мы будем отдельная страна и там есть в италии я не помню как называется маленькая страна она где-то в провинции расположена вот там тоже несколько квадратных километров и она совсем отдельное государство я так тебе пример такой приведу вот предположим я живу в каком-то городе манхайм да я начинаю изучать архивные документы и вдруг выясняю что в исторических документах нигде нету что наш город уходит в германию я начинаю юридический процесс отстаиваю свои права и получаю статус отдельного государства со своим правительством со своей армией что мне нужно то и буду делать вот так и бывает ладно кто следующий раз три вещи рассказывать ты хочешь сейчас нет после хорошо ну тогда я начинаю одну вещь изменить вот я сделала маленькую игру маленькую маленькую да маленькая вот скрипт я в питоме делал вот здесь сама игра такой самолет и надо нажимать на клавиши двигать и обходить эти пули если врезаешься в одну то ты взрываешься давай я попробую как нет так что-то это слишком много пуль но нет это возможно если пилья перестанет додоедать своим я не доедаю я не доедаю тут надо дойти до ста но просто так иногда сложно а не надо поменьше пуль сделать да не ну это нормально жаль что вины точно я не могу сейчас попробовать я бы просто дcado не надо поменьше пуль потому что столько пуль ты не проедешь а я могу пройду пройду ты просто иди самый низ или самый верх вон вот прошел это просто случайно иногда везет а вот скрипт самая просто длинная часть это вот где делаешь всякие картинки больше всего строчек занимает может показать какой-то диктатус кербалсты нет не буду сейчас это и про это вот тут я могу рассказать что тут все делает вот это делает картинку для самолета вот такая вот здесь я ее в такой галереи нашел тут куча всяких вещей есть потом это следующая строчка вот эта часть еще 1 это просто дает какой тип вот это что вот это делает вот эти поле и говорит им чтобы двигаться сбоку со скоростью 130 горизонтальной скорости 130 вертикальной скорости 0 и вот это ставит каждый созданный пулю в массив потом она ставит сначала как сказать очки на ноль и потом вот это здесь ставит что говорит что самолет можно двигать используя клавиатуру это говорит что горизонтальная скорость 0 и его можно только двигать вверх-вниз если я сейчас вот вверх-вниз а вперед нельзя и вот это следующая строчка говорит что самолет не может выходить за пределы экрана если вот гриша можно вопрос если я держу кашу то да смотри вот а как ты узнал смысл этой команды там есть инструкция или что ну это такой упрощенный писал питон вот тут можно находить всякие какие-то еще можно блоки надо их просто вставлять но я-то большинство этого сам писал а посмотри в блоках блок нажми блок вот блоках брата вписал я все время в блоках программируют формат поменяла когда обратно переводила я сейчас свой обычный скрипт ой блин не то нажал короче у меня вот но пани у меня записан весь скрипт на всякий случай а почему он формат меняет ну я не знаю просто так переводит обратно и вот это происходит вот это background задний фон все эти буквы числа это цвета ну я использую вот если сюда нажать тут можно просто измерять как угодно можно рисовать можно отсюда что-то брать вот короче это вот это дает каждое начальное ставить самолёт вот в центр сзади это цикл бесконечный вот а нет да вот тут оно еще один почему-то делает не знаю запутался а нет вот лист проекта здесь это тип которая и вот это станет сам вот этот про проекта это оригинально это другие и вот эти они стали ставят в массив это определяется вертикальную позицию вот это случайно между 0 и 140 это определяет вот где здесь он будет находиться а и вот каждый раз когда один проходит вот этот цикл проходит один раз и это меняет очко по один и и теперь вот это проверяет вот это здесь а вот цикл длиной вот массива и проверяет для каждого вот а если массив какое-то число то что которое ну раз проходит а это сколько раз проходит переменная проверяет если это ну вот касается самолета то вот тогда берет координаты самолета удаляет самолет и ставится вот такое ставит потом она ставит потом она ставит потом это она делает пазл 100 миллисекунд ставит вот такой такой не знаю как сказать символ ну чем был совсем а а картинку до местонахождение самолета но это что-то похожее на взрыв да да и потом опять ждет вот тут взрыв а и вот дым вот можно увидеть анимацию такую маленькую если самолет во что-то врежется вот там такая анимация играет а знаешь что я может я вот знаешь как на своем месте все время клика на уйдать пока нам не повезло так что мы сто очков делали не подвигаясь ни одному к себе не знаю вот короче ну я сделал вот так а потом тут есть специальная функция вот если вот game overfalls то это в принципе вот ставят вот вот этот экран где написано game over и вот сколько очков ты заработал это такое дефолтное там стандартное по уголчанию и вот если очки равняется 100 то оно ставится экран выигрыша и потом чтобы оно не зависло оно здесь 100 миллисекунд вот такой скрипт для моей игры это на кнопку меню 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 на этой это гриша спасибо как ребята по удивляемся у меня удивление тем что что гриша смог все это написать не не знаю что отвечать но это в принципе просто можешь попробовать я там использую microsoft make code arcade может можешь у меня есть кое-что из этих штуковик не важно что-то архивное что-то похожее на это не правило называем вот нет я не смогу попробовать ну ну жаль такие программировала там ты можешь вот такие программировать у меня нету такого ты можешь программировать как твой что ты сейчас делаешь только не вот эти штуковины а вот эти эти штуки я знаю у меня его только нету а у тебя есть тот аркрейт который У тебя есть тот аркейд, который ты используешь там? Ну да, вот это именно, что я использовала, чтобы сделать игру. Покажи. В смысле? Ты же видел, я использовала это, чтобы сделать игру. Мейк-код аркейд. Да, ты использовала. Но у тебя есть компонент от живых? Нет, вот этого у меня нету. А того, который у тебя в игре там, который ты строил? Нету. Да. Ты можешь то же самое делать там на онлайне. Представь, что у меня нету в этой игру. Да, я знаю. Ты на следующий урок попробуй это создать. Так. Ну я вообще-то, дайте поудивляюсь. Я, конечно, удивлён, что Гриша так в этом всём разбирается. Совершенно уже, ну, так, профессионально. Ну вот. Совсем не профессионально. Это, это вот, в принципе, тщательно, мне кажется. Не важно, ты же, те инструменты, которые там есть, ты ими владеешь. Значит, профессионально, на том уровне, который там предусмотрен и так далее. Ну вот тогда да. Вот это, конечно, удивительно. 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 В таком возрасте. Вот. Это очень удивительно. Я научился программировать, когда мне было тридцать, я считаю, семь лет. А папа научился программировать в пятом классе? Нет, у нас не было никакой информатики. И тогда компьютеры. А, нет, я раньше научился. Я сначала научился на больших машинах, ещё, где нужно было всё на перфоленту набирать, всё на старых совсем машинах, на коллекции. А мой папа учился на бумаге, просто пятьдесят уход, ей давай учительница, она проверяла его. Нет, я сразу на ЭВМ отдавал. Вот, мне нужно было очень... Когда я диплом делал в институте, ну вот, мне нужно было очень сложные расчёты делать, а вручную делать точные расчёты очень сложно и очень много времени. И была машинка такая механическая, механическая буквально, без всякого электричества. Там нужно было ручку крутить. Я две ночи покрутил эту ручку, потому что мне давали только на ночь. Мне это быстро надоело, и я научился сам программировать. Вот, на Урголе запрограммировал мои интегралы и носил свои данные на учительный центр. А лаборатория, в которой я делал диплом, там было несколько десятков научных сотрудников, они все считали на этом аритмометр механическим. И когда они увидели, что я ничего этого не делаю, они потом уже, когда я закончил свой диплом, и уже институт закончил, мне потом рассказали, что вся лаборатория тоже научилась программировать, чем я очень до сих пор горжусь. Что я показал им пример, что можно вот так лениво всё это делать. Получается, вы изобрели программирование? Не, не, что-то нет, конечно. Но сложность была в том, что тогда не было никаких пособий, не было никаких учебников, вот, как это делать. Ну, ничего не было. Вот, и в этом была сложность. Так, давайте дадим слово Андрюше. Давайте, ладно? Хорошо. Так, Андрей, тебе слово. Да. Вот такой вот девичка роботу собирал. Вот так. Вот так. Ух ты, какой робот. Вот так. Теперь, может, я головы не видно, я не знаю даже, что. Ну, в общем, у такого вот робота, с которым, во-первых, крутится голова. Во-вторых. У головы должник. Сонтик точнее. Двигаются руки. Вот так вот крутится тело. И у него есть крылья. Нет, конечно. Вот так вот двигаются ноги. И так вот двигаются крылья. И на этой руке у него дрель. Верни его. Попробуй. А направить дрель в самого робота. А не получится. Она, 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 она не, она не, на самом деле, не. Тупой дрель. Не раздрелят. Это деталь. Это, это, это просто тупой дрель. Вот я все что скажу. Это деталь такая. И тут еще пушка. Пушка. По правой стороне. Нет, тут тоже. Она слишком слабая. Получается сломанная пушка. Она слишком слабая. Она даже леговского человечка не свалит. А подожди пушку опять. Вот. Слишком слабая пушка. Даже мыши. Ну, мне кажется, такая, я с такими похожими игрался. Если правильно она метит, она свалит леговского человека. Нет, это пистолет. А, он вообще не стреляет, нет? Он, 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 он стреляет, действительно. То очень слабо. А, вот маленькими только один на один детальками маленькими, да? Это детали, это детали. А, да. Ну, они могут сбить человечка, если наветить их правильно. Только их сложно метить. Ну, да, это очень круто. Еще я хотел показать... Вот, кстати, с роботом все. Вот еще я хотел показать вот такой вот спиннер. Вау! Можешь показать сверху, пожалуйста? Я тебе, я себе такое сделаю. У меня спиннер сломался. Вау. А снизу, пожалуйста? А, это вот это... А, это такой конструктор металлический, там надо болты закреплять все это. Да, да. А, у меня был такой вроде только пластиковый. У меня есть такой металлический, я могу его пронести. У меня тоже есть такие. Это очень классный конструктор. У меня есть пластиковый, но у них шурупы во много раз больше. Ну, и еще я хотел бы вот металлический показать. Из металлического конструктора? Да, да, это из-за того же железного. Попробуй его робот-автоматик. А, нетрудно, он не очень устойчивый и не очень крепкий. Поэтому... Покажи. Здорово. Покажи, самая робота пополам эту штуковину. Пополам, конечно, не получится, но... Все. Робот подох. Хорошо. Буду чинить. Голова отводилась. Не только голова. И рука. Пау, там рука. У него и стопа сломалась. А вы в рамы совсем силы ударить. Он тебя развалит в детали. Не хочу уже. Леш. Лопата. Он у меня часто уже падал. Он у меня часто стопа падал уже, когда я его ставил, мне уже надоело его чинить. Лопата. Поэтому я уже не хочу. А, еще раз, пожалуйста. Все, что я хотела показать. Спасибо, Андрюша. Спасибо. Спасибо большое. У тебя все время такое разнообразие замечательно. Да. Андрей, молодец. Да. Ну что, ребята, на сегодня тогда закончим, да? Да. Давайте удивление вот тогда у Андрея. Нет, нет, нет. А вот это удивление. Ну, я уже поудивлялся. Ой, я почти закончил клубик Рубика. Андрей, меня удивляет, что у тебя такой меч, и он разрушает робота. Я сам расчищала, что, ну, извини, тебе надоело его все время чинить. Это извини, но просто смешно. На самом деле, вот эти вот резиновые штуки я только сегодня приделал. Только сегодня додумался. А ты додумался сделать несколько мечей? Нет, у меня не хватит деталей. У меня не хватит деталей даже на нож металлический вот такой. Ну, у меня просто один набор. Да, я хочу для Гриши сказать Гриша. У нас в дневной встрече Захар показывал свою коллекцию кубиков Рубика. Вот, она у него целый стол занимает, если на столе разложить, он их раскладывал и показывал. Ну, там их штук двадцать, наверное. Вот, но он говорил, что есть коллекционеры, у которых в десять раз больше видов этих кубиков. И сейчас такие есть фантастические кубики. Я прям так был удивлен, сколько их всяких есть. Есть такие кубики Рубики, которые... А 19 на 19 был у него? Я не помню, там так много было. Есть такие... Он такой очень большой, 19 на 19 был. Я знаю кубик Рубик 42 на 42. А у меня есть 3 на 3. А у нас только есть 3 на 3. У меня только 3 на 3, но я знаю 55 на 55. Его собрать могут, только несколько людей сразу думая. Их даже Бот не может починить. Он будет очень много думать, пока компьютер не сгорит. У меня... У меня компьютер будет шуметь, будто я его... Пусть я зажигалкой нагрел парацессор. У меня есть там... Ну, такой странный кубик. Интересный, принести его? Да. Ну, давай. Хорошо, я сейчас. Если он странный, может быть, посмотрите, он странный? Ну... Вы забыли про меня, я хочу сказать... Гриша, Гриша, Гриша! Гриша, 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 Гриша Крутишь один угол, он весь. Я про этот кубик Рубик не хотел сказать. Чустреночный такой. Как ты решишь, Рубик? Просто крутить. Реши, реши, реши. У тебя такой кубик Рубик. Я его никогда не решила. Потом он может еще вот так пополам, чтобы можно было крутить одну половину, а другая не крутилась. Вот что-то такое можно было делать. Нижняя собрана, верхняя. Катастрофа. Такой кубик Рубика есть. Вот это мои два кубика Рубика. Спасибо, Гриша, спасибо, очень интересно. У меня нога даже, нога творила из такого удивления. Так, ну что, ребята, спасибо вам за встречу. У меня удивились, существуют такие кубики Рубики, у которых со стеренкой. Так, расстаемся. Спасибо. Спасибо, Гриша. Нет, я хочу показать. Нет. Нет. Нет, я так понял, Ольга, хочешь что-то показать? Ого, это в капоевке. А Коля, ты хочешь что-то показать? Ну, покажи нам. Ну, я не хочу что-то сам не раздевать. Я вот так и вот тут, и я вот там и вот тут, и я вот там, и я вот так и вот тут. Ну, я сделала этот ошейник для игрушечного. Это может так, но не буду, потому что очень... О, посмотрите на Гришу. Очень... Ну... Мистер Криша. Пусть я не могу, чтобы спить, но даже если могу, не хочу, потому что вот так. Убить Гриша. Эй. Почему вы все мешаете? Я бы пошла в из-конференции из вас. Да, правильно, Оля. Ребята, не мешайте, пожалуйста. Я просто балансирую кубики рубики на голове. У тебя получается вообще... А это сразу принесу два кубика рубика? Так. Я так была... Я так разозлилась, что как-то компьютер сам выключил мою камеру. Вот моя селость. Я принесу два кубика рубика, один олень. Сейчас поставлю на максимум. Так, ну, ребята, что происходит? Я просто балансирую два кубика рубика в голове. Что происходит, это все перебивают и бум на меня. Я тихо сижу. Пожалуйста, может, не перебиваю. Я просто тихо сижу, сколько-то... Так, ребята, тишина, давайте. Слово Оле. Улья, ты забей что-то с твоей камерой. Улья, ты забей что-то с твоей камерой. Ну, я сделала это сочинение с этим. Я тоже тут привлеку на это вещь. Видите? Слышно. А как сделала эту вещь? Я где-то нашла ее. Она была вот так, но не тут. Я привязала... Привязала... Или как сказать? Привязала. Привязала к лошейнику. Но потом это кольцо упало. И я опять его с скотчем приклеила. И вот так. Потом привязала к шейнику упало. Мне приходилось опять привязать. Вот. Везде привязала. Ну, закончила. Пока. Спасибо, Оля. Спасибо. Ребята, поудивляемся. Удивительно, как когда... Это там... Я уже когда ловалась, не сдавала, продолжала чинить. Потому что... Ну... Очень продал вату на лошейнике, и не хотелось бы бросить в мусорку все это нормальный бит. Вот я и не сдалась. Звук нас, Кубики, взлетит. Не знаю. Привет. Привет. Ну, пока. Так, ребята, всем пока. Пока. До свидания. До свидания. Я прибежала к Кубики-Рубики. Не знаю, сколько ты ждал. Я знаю, что уже закончила занятие.